А вот это, ребята, жертва наших стерилизаций, что мы их ловим, стерилизуем, выпускаем. Выпускаем, мы же хорошие, мы же все добрые, правда? Мы же заботимся, мы же их стерилизовали, мы даже их один раз укололи от бешенства и вышвырнули на смерть, на медленную, страшную, мучительную смерть от обезвоживания, от голода, от изделок, от ран. Вот это, ребята, наша человечность. И если вам не стало стыдно хоть на мгновение, значит, вы не человек. Она живая, ей больно так же, как мне. Ущипните ее за лапку и ущипните себя за руку. Боль одинаковая. Кушать она хочет так же, как и вы. И ей страшно, когда на нее кидают камни, так же, как и вам, если бы в вас кинули булыжник. Ей так же страшно. А еще она хочет пить и есть. И хочет тепла. И хочет человечности. И нам надо строить приюты, а не заниматься отмыванием денег. Сколько денег отмыли, говоря, что животных простерилизовали и выкинули на смерть. А потом втихаря, после того, как они побегали, засветились, их опять отстреливают. Что мы творим, люди? Что мы творим? Нам нужны приюты. И нам нужна помощь государства. И если вы этого не понимаете, я не знаю, какое будущее вы готовите нашим детям. Я не знаю, выживет этот ребенок или нет. Я действительно этого не знаю. Я напоила ее сейчас глюкозой. И буду сейчас ее капать. Есть ли у нее шанс выжить? Ребята, я не бог и не ангел. Но я сделаю все, чтобы этого ребенка спасти. Вы с нами? Вы люди? Вы человеки? Отзовитесь. Если вам не чуждо сострадания к больному зверю, к истощенному, умирающему от жажды и от голода. Маленькому, беззащитному. Разве так можно? Что же мы творим, люди? Что же мы творим? Если вы хоть немного верите в Бога, какими глазами вы посмотрите в глаза Ему, о чем будете просить? Будете говорить прости? Разве можно вот это издевательство простить? Разве можно вот это равнодушие простить? Разве можно простить то, что у нас на глазах умирают сотни тысячи животных, страдая, умирая в муках? Разве можно это простить? Если мы равнодушно проходим мимо, разве можно это простить? Вы сами бы себя простили? Вспомните фашистские концлагеря. Мы сейчас поступаем, как фашисты. Сейчас постараюсь поставить ей катетер. Смотрите, в каком состоянии лапы. Вы видите, как она изъедена вся? Вот в таком состоянии лапы. Как поставить катетер, я пока не знаю. Мордочку на всякий случай завязала. Сейчас постараюсь поставить катетер. Не бойся, ребенок. Она вся трясется, она вся сжалась. Ей просто очень страшно. Я ее понимаю, ребят. Вот такое маленькое, прям маленькое дитё. Смотрите, вот видите, ладошка. Она сантиметров сорок. Она небольшая девочка. Небольшая. И ей очень плохо. Смотрите, какие вмятины. Все торчит, все кости. Все наружу. Зверье мы, а не они. И это страшно, ребят. Ее надо копать очень медленно. Очень, чтобы водичка впитывалась сразу. А не гналась через почки. Ребенок будет на капельнице лежать очень долго. Малышка трясется, я ее укрыла. Капельница продолжается. Капельница капает. Все, спи. Капельница капает. Хорошо. Вот такая скорость ей подойдет. И все, ребенок будет лежать. Если ребенок переживет сегодняшние сутки, то шанс будет у нее. Давайте на это надеяться. Хорошо? Ну что, девочки. Только что сняла клипсу. Потому что ножницы такие хорошие купила. Прямо реально хорошие. Спокойно отсекла вот эту клипсу ножницами. Представляете? Все, дырочка в ухе. Все, сейчас мы будем купаться. Здесь горячая и холодная вода. Здесь все хорошо. Фен приготовила. Все. Сейчас мы ребенка намоем, потому что по ней блохи ползают. Ребята, страшно. Мы ее прокапали. Все. Теперь мы ее намоем, насушим. И пусть ребенок отдыхает. Это все, что мы сможем для нее сделать. Да, маленький мой? Да? Мое ты солнышко. Сейчас все сделаем. Все будет хорошо. Вот такие дела, ребята, у нас. Вот такие у нас дела. Сейчас. Осторожно. Не бойся, детка. Не бойся, потихонечку будем. Тихо, 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 тихо. Так, все, нельзя. Сейчас, мой солнышко. Тебе уже кашка ждем потихонечку. Кашки дадим с мясом. Да. Прокапали ребенка. Не знаю, будешь ты кушать или нет. Ну, глюкозкой мы напоили. Капельничку сделали. Не бойся, Паша. Не бойся. Давай попу свою. Пойдем сюда. И мы немножечко снимаем тебе попу. Пойдем сюда. Ох, ты ж молью, детка. Нет, это убираем, я этим еще раз ее вытрую. Садись. Сделай, пожалуйста, несколько фотографий. Шея, шея, слезы, жраты, животик весь. Вон, видишь, что творится. Это мы... Нет, ты посмотри, какая она вся искусная. Жуть просто, ребят. Это просто уже мы отмыли. Передняя покажите. Жуть просто. Да, передняя лапа вообще страшно. Страшно все. Ну вот. Ну вот. Доедаем. Доедай, мое солнышко. Доедай. Немножечко дали покушать. Чуть позже дам еще. Все, кроватку приготовили. Сейчас закутаем, пусть лежит. Да, солнышко мое? Маленький мой. Ты мой хороший ребенок. Будешь еще? А вот из рук она не берет, ребят. Она стесняется. Сейчас у нас еще остывает бульончик. Потом, чуть позже, дадим ей еще бульон. А сейчас дали две мясных тефтели. Индюшачь. Индюшачь. Да, Люда принесла две больших индюшачьих тефтели. Для нее специально. Ну что, ребенок. Пойдем. Пойдем. Ложись. Вот здесь. Вот так. Да. Сейчас мы тебя накроем. Вот так. Все, ребенок, ложись и спи. Вот так. Будет холодно, укрой еще. Да? Все, ребята. Осталось придумать ребенку имя. Новости на сегодня. Это Адель. Все, скажи. Да. Теперь уже можно получше рассмотреть, на кого ребенок похож. Проплешины все. Скелетик. Да, моя девочка. Уже краснота немножечко ушла. Но все равно, ребята. Ее сожрали живьем. Все хорошо, девочка. Не переживай. Да. Все будет хорошо. Скелетик наш маленький. Ребенок на последней стадии истощения. Да, солнышко мое? Моя хорошая девочка. Моя красавица. Ну что? Когтики мы сегодня обстригем. Ну что, мои хорошие? Малышку капаем. Капаем очень медленно, очень осторожно. Дай Бог, чтобы все-все было хорошо. Да, девочка? Ну, по крайней мере, сегодня, скажи, никто не кусает. Никто не грызет. Все. Ребенок поправится. Все. Даже лапка у нее стала лучше. Вчера была кровавая. А сегодня, видите, какая чистая, хорошая лапка. Все. То, что ее вчера сжрали, аллергия. Вот это было. Вот. А сегодня все у нас хорошо. Ну что, мои золотые? Накапаемся. Этих уже прокапало. Да, ребенок? Беленку перестелила, приготовила ей здесь место. Сейчас я ее так загоражу. Потому что у девочки начался кровавый понос, чтобы она не ходила по всей комнате. За мальчиком мы уже поухаживали. Уколы ему сделали. Да, солнышко мое? Сделали уколы. Сделали уколы. Крови в моче больше нет. Ну, надеюсь, все у нас будет хорошо. Просто очень-очень надеюсь. Да, мое солнышко. Вот такие у нас дела, ребята. В общем-то, все идет потихонечку. И я очень благодарна буду любому и любой помощи. Отзовитесь, пожалуйста, люди. Я вас очень прошу. Отзовитесь. Ваша помощь приюту просто жизненно необходима. Пожалуйста, мои хорошие. Как видите, мы делаем все, что в наших силах. И ждем поддержки от вас. Этот мир, он ведь наш общий. И они хотят жить так же, как и мы с вами. Почему мы об этом забываем? Почему нам так жалко 100 рублей для спасения жизни вот такого бездомного зверя? Всего лишь 100 рублей, ребята. Мы ведь не умираем с вами с голода. А они, они умирают. И я прошу у вас помощи. Так, ну что, мои хорошие. Вот так чувствует себя сегодня наш ребенок. Вот такая красавица. Посмотрю, как он будет сегодня вечером. И если до утра животик так же будет хорошо, как сегодня она сходила в туалет, то завтра я ее с капельниц снимаю. Все, я надеюсь, что воспаление мы восстановили. И она начала хорошо у нас дальше кушать. В туалет сходила хорошо сегодня. Никакой крови, ничего. И даже густенько. Так что, ребята, я очень надеюсь, все будет хорошо. Но один раз это не показатель. Поэтому обязательно проследим до завтрашнего утра. Если все в порядке, ребенка снимаем с капельниц. И будет уже выздоравливать потихонечку. Вместе со всеми, но под нашим наблюдением. Адель, девочка наша. Хорошая маленькая девочка. Спасибо всем, друзья, кто переживает за Адель. Спасибо, мои хорошие. За всех, кто у нас сейчас находится на лечении. Доброго вам всем здоровья, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok